Расставил сети для заманивания будущей жертвы мошенничества. В полицию обратился 31-летний мужчина, который рассказывал, что у него обманным путем похитили часы, которые он оценил в 400 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он как раз сдавал краденое в ломбард. Анна Граднова выяснила, как ему удалось лишить владельца такой недешевой вещи. Обманным путем заманил человека, я хотел с ним сделку, забрал у него часы и ушел. Свою вину 27-летний житель ближнего зарубежья отрицать не стал и во всем сознался. Его задержали по горячим следам, когда он сдавал часы в ломбард. Их ориентировочная стоимость 400 тысяч рублей. Именно возможность быстро и относительно легко обогатиться и увидел задержанный в объявлении на одном из сайтов о продаже ювелирного изделия. Он предложил продавцу подъехать к нему домой, чтобы детальнее рассмотреть товар и обсудить условия сделки. Однако в какой-то момент покупатель под надуманным предлогом ушел из квартиры вместе с часами. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина незамедлительно позвонил в полицию. Возвращаться в квартиру подозреваемый не собирался. Он ее снял специально ради обмана. Преступление готовил заранее. Вина признается твоя? Да. Уголовное дело возбуждено по статье мошенничества. Подозреваемый решением суда помещен под стражу. Полицейские проверяют его на причастных к совершению аналогичных преступлений на территории города. Часы возвращены законному владельцу. Анна Городнова, Вызов 112.